Ну, извините, что я даже буду хвастаться, да, в каком-то смысле, что я оказался пророком в кои-то веки, мой прогноз прям, ну, уже можно о нем озвучить. Я в начале самой войны, когда, помните, когда Путин сказал, что приводит в боевую готовность ядерные силы, он вызвал Шойгу, объявил, это была, ну, может, вторая неделя войны, сейчас не вспомню, ну, примерно. И тогда я давал редко комментарии, не как сейчас, и не было у нас с Анной вот этой еженедельной передачи. Но меня в тот день спросили, израильское радио, еще кто-то спросили на этот счет, вот он по Киеву собирается нанести ядерный удар, страшно ли вам в Киеве и так далее, да, спрашивали меня озабоченные мои израильские там коллеги. А я сказал, да какой Киев, он не собирается по Киеву, он собирается нанести ядерный удар, но не по Киеву. По какой цели? И у меня в голове возникло три цели, прям возникло. Я говорю, знаете, я не буду называть, потому что мне страшно, но я сейчас назову, представляете себе, да, если это сбудется, то что я накликал, ну, ужасно. Но вот сегодня прозвучала последняя третья цель уже из уст россиян. Я тогда сказал, что объединяет эти цели то, что они все на одну и ту же букву начинаются. Вот как в одной из наших передач я делал прогноз по 3М, вот у меня был прогноз, я тогда сказал, что три буквы Л, вот что все три цели на букву Л, вот сегодня последняя из них уже озвучена депутатом Государственной Думы Российской Федерации, поэтому я так называю, да. Сегодня депутат Государственной Думы Российской Федерации сказал, что первой нашей целью в Европе будет Лондон, первой целью ядерного удара. Это депутат Государственной Думы, это не, извините, что я сейчас выражусь, не хрен с бугра, а депутат Государственной Думы заявил такое. Потому что он сказал, мы не будем там Америка, мы не будем там вот это, если они Литве там что-то, Литве будут помогать, то мы ударим сразу прямо по Лондону, сказал он, ядерной бомбой. Так вот эти три лета, как они уже все названы, это Львов, Литва и Лондон. Я вот сразу подумал тогда, Львов, Литва и Лондон. Заметьте, Литвы еще вообще не было в картине, но я понимал, кто эти люди и на что они способны, и вот они оказались способны. Ну, Львов как раз тогда все называли, поэтому это как бы ничего. И третье, я понял, Лондон, потому что Лондон это уже фетиш для Кремля, фетиш, потому что Лондон это самые тоже отъявленные борцы, уже сколько лет они воюют с Путиным, как они помогают нам, мы это тоже видим. И еще дополнительное такое, знаете, со стороны Путина личное, вот эти все козлины, которые с деньгами срыли в Лондон и красиво там живут, пока я тут вынужден на галерах. Конечно, он хочет по Лондону, чтобы все эти дети русской элиты погибли в ядерном огне, вот, поэтому сегодня они назвали третью потенциальную цель, это Лондон, они назвали ее вслух.